Дорогие девочки, всем привет! И, конечно же, мы продолжаем прокачивать наши скиллы, продолжаем учиться ухаживать в домашних условиях за нашей кожей. И сегодня мы поговорим об очень популярной процедуре карбокситерапия. Карбокситерапия появилась у нас. Сегодня мы будем ее тестировать, проверять и пробовать. Карбокситерапия – это одна из самых популярнейших процедур, потому что она дает очень-очень быстрый и очень видимый результат. Итак, давайте же мы посмотрим, что это такое. Это стимуляция кожных резервов под воздействием СО2. На кожу наносят специальное средство, в составе которого находится углекислый газ. Карбокситерапия состоит из нескольких шагов. В нашем случае это три шага. Первый, второй и третий. После этой процедуры кожа на 20% более увлажненная, на 15% более упругая. Результат вы заметите после первой процедуры. Однако же я должна сказать, чтобы результат был хороший и видимый, процедуру нужно сделать от 5 до 15. И желательно первые 5 процедур мы делаем через день, а последующие процедуры как минимум 1-2 раза в неделю. Что это за шаги? Первый шаг, первый этап, это специальный бальзам. Что делает этот бальзам? Первый шаг, шаг подготовительный. Мы должны очистить кожу, умыть ее и нанести размягчающий бальзам. Он размягчает верхние мертвые клеточки нашей кожи и подготавливает нашу кожу ко второму шагу. Второй шаг, это гель-активатор СО2. Он активирует микроциркуляцию и насыщает кожу кислородом. Ну а третий шаг, это специальная маска, которая очень хорошо увлажняет нашу кожу, потому что в ее составе находится гиалуроновая кислота, гнол и перфтор деколит. Итак, в чем же преимущество карбокситерапии? С возрастом наши сосуды очень сильно слабеют. Из-за стрессов, плохой экологии, неправильного питания, курения, из-за сидячего образа жизни. Соответственно, наши клеточки кожи испытывают кислородное голодание. А что это значит? Это значит преждевременное старение на уровне кожи и очень плохой и уставший внешний вид нашей кожи. Что делает карбокситерапия? Она очень хорошо усиливает крови обращение, соответственно, уничтожает доставку кислорода в ткани. Ну а сейчас мы пойдем пробовать. Ну что, сначала надо нашу кожу подготовить. И первое, что мы делаем, это мы берем очищающее средство и умываем наше лицо. В данном случае я буду использовать мусс серии Биомика, его номер 1240. Он подходит для снятия макияжа, для очищения кожи, а также он прекрасно подходит для чувствительной кожи, для сухой кожи, в принципе, для любой возрастной кожи он прекрасно тоже подходит. Не забываем, что нам нужно протонизировать лицо. Можно использовать наноспрей. Внутрь наноспрея я залила обычный тоник, и мне очень нравится увлажнять кожу. Особенно, если вы делаете какие-то маски с каолином, либо белой глиной. Вот эта очень легкая спрея потрясающе увлажняет лицо. Ну а если у вас нет, вы просто берете тоник, берете спонж и тонизируете вашу кожу. Сейчас мы приступаем к процедуре. Так, эта процедура делается на сухую кожу. На сухую я очищаю. Поэтому я промокну все сейчас ватным диском. Берем шаг один. Это подготовительный этап. Наносим шаг один для того, чтобы размягчить мертвую кожу. И оставляем на 1-2 минуты. Да, вот этот первый шаг можно также наносить. Не можно, а нужно на кожу, шею и декольте. И если вы все это время будете массировать, массировать, массировать лицо, то это тоже будет очень хорошо. Первый шаг мы можем не просто оставлять, а также массировать. Массировать и помогать под трением наших пальчиков разрушать составы этого крема мертвые клетки нашей кожи. Массаж это виток крови к коже. И когда мы будем наносить наш второй шаг, то эффект будет посильнее. Могу сказать, что я прям чувствую легкое пощипывание. Еще эту процедуру оксикарбокси хорошо знаете, когда наносить, если вы сделали 3 шага. Первый, второй, третий шаг серии Эксперт. Это химический пилинг, механический крем-сос. Когда вы размягчили мертвые клетки кожи, у вас получается все-все-все ненужное ушло. И потом вы даете максимальную дозу кислорода. Итак, сейчас мы поверх наносим наш состав. В этом составе, ой, щипет, щипет, девчонки. В этом составе находится углекислый газ. Углекислый газ сейчас будет высвобождаться. Боже, как щипет. Ой, прям очень сильно. Наносим прямо вот по тем местам, один к одному, где мы наносили шаг один. Значит, что происходит? У нас начинает высвобождаться углекислый газ. Кожа испытывает стресс. Кожа не понимает, что же происходит. Что такое? И получается эритроциты начинают давать, 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 давать очень много кислорода, чтобы этот стресс поглотить. Значит, мы нанесли этот состав. Все, знаете, что пощипало, пощипало и прошло. Значит, оставляем на 10 минут. В целом вся эта процедура занимает где-то в среднем 20-25 минут. Оставляем на 10 минут. Итак, 10 минут уже прошло и остатки я буду снимать с косметической рукавичкой. Могу сказать, что у меня покраснение на лице. Сейчас мы наносим третий шаг. Это наша маска. Она сейчас нам даст очень много увлажнения, потому что здесь гиалуроновая кислота. Маска такая прозрачная. Просто ее наносим и ее можно 10-15 минут и снять. Но я ее оставлю на лице. Очень щипит у меня кожа, девчонки, прям до невозможности. Вот это, вот это. Вот посмотрите, видите. Эти процедуры я сделала. Все, уже пощипывание и краснота пошло. Уже очень даже приятно. Даже такое ощущение кайфа и релакса. То есть, всего лишь 25 минут, и вы дома это сможете делать. И выглядеть прекрасно. Тем более, что вам не надо через день записываться к косметологу. Если учесть, что у нас в Беларуси эта процедура стоит 230 рублей за одну процедуру, то дома вы ее сможете сделать. Вот весь набор вы покупаете где-то в порядке 30 рублей и делаете это дома. Смотрите, какую эффективность дает карбокситерапия, я вам даже сейчас расскажу. Во-первых, изменяется интенсивность кровотока. Это очень хорошо. Кровь начинает быстрее двигаться. И, соответственно, больше кислорода получает наша кожа. Далее, то, что она, эта процедура активирует все процессы в коже. А также, я уже говорила, если у вас есть какие-то закупоренные поры, возможно, скрытые гнойнички, то у вас после этой процедуры все-все-все вскроется, как и у меня. Первый раз у меня немножко обсыпало, но это очень быстро прошло. И после этой процедуры очень сильно увлажняется кожа. Идет повышение уровня гидротации вашей кожи. Кому бы мы эту процедуру порекомендовали? Практически всем, всем, кто хочет улучшить текстуру и цвет кожи. Чтобы кожа была более светлая, более ровная, более красивая. Все это делает наша серия карбокси. Если вы делали какие-то процедуры, которые повредили вашу кожу, то оксикарбокси тоже для вас. По поводу акне и постакне я уже говорила. Если у вас есть высыпание, либо рукцы, карбокси тоже вам поможет. Кстати, еще очень важно то, что оксикарбокси подходят для людей с чувствительной кожей. Не пугайтесь то, что у вас кожа будет немножко пощипываясь, будете испытывать дискомфорт. Это все временно, и это пройдет. Поэтому вот если у вас чувствительная кожа, если у вас близко расположены капилляры, то эта процедура тоже именно для вас. Если у вас есть отечность, то эта процедура тоже вам очень хорошо подойдет, потому что здесь в данном случае идет разгон лимфы. По поводу уменьшения количества морщин и разглаживания рельефа, я уже вам говорила, за счет того, что мы на первом шаге размягчаем мертвые клеточки, убираем все ненужное, все мертвое, потом мы даем хорошую дозу кислорода, и третий шаг, это мы даем увлажнение, даем витамины, даем защиту, то ваша кожа будет очень-очень красивая, и эта процедура именно для вас. Будьте молоды и красивы, прокачивайте свои навыки ухода в домашних условиях, это очень просто. Я жду ваши комментарии, все, кто делал карбоксы, напишите ваши ощущения, понравилось вам, что вы чувствовали, что вы испытывали, и, конечно же, ставьте сердечко.